всем привет доброе утро я сегодня без куртки без всего свитере одном представляете так непривычно вообще как всегда уже привыкаешь что-то одеваешь сверху а это вообще ничего не одела в общем тепло на улице но свитер тоже тип теплый одежду у нас сегодня среда сегодня все выходные а чё я туда пойду меня машина вон там так тепло на это на площади там вообще дождь передавали смотрите все мне кажется дождя никакого не будет но вот что ветер передает это да вот как же пахнут апельсины вообще шикардос а я хотел еще за хлебом сходить а забыла что магазин среду закрытый машину тут за углом оставила было место смотрите как голуби какают он оттуда вообще сейчас надо вот отсюда съехать сюда назад и он туда проехать видите ветер поднимается тут так а кстати гора вот так если правильно чарли пошел к сестре к сестре она нас там живет сестра и он пошел к ней чарли вон там на четвертом или на третьем какой там этаж чарли там живут чарли ну вот куда он убежал меня кианды вон таки опять к сестре почесал а ему маму сувалько че а ну бенга давай залазь я сегодня с утра уже заправиться успел все домой поедем кушать ням 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 у нас тут вроде бы как что-то заморосило смотрите асфальт весь мокрый а есть чарли хотела идти гулять смотрите как там вообще наверное прям идет сильнее в общем сегодня наверное прогулка отменяется потому что куда в такую погоду обещали с трех до пяти ну вот смотрите время полпятого чуток там что-то там моросит непонятно что и ветер непонятный какой мне кажется это бутончик будет цвести не знаю почему но мне так кажется вот этот то есть вот смотрите обычные вот такие листики у меня дверь открыта забывает как пойду чаем поставлю сериал смотрю чай пойду поставлю поставил постов боже мой меня тут муж посуду помыл а на полу потоп даже вам не буду показывать это что-то с чем-то а полы его никто не научил мыть пипец полы я помою а и а и и и и и и Пыль немножко протёрлась. Пропылесосила я вчера, но хотя опять надо пылесосить. Когда у нас ветер, все время пыль набивается. Не знаю, прям вообще. Хотя закрытый. Смотрите, как вообще я так люблю этот вид. Прям кайф лежать вот так и смотреть на горы. Супер. И там у меня такая мята большая вообще. Класс. И я, знаете что, кушаю всегда я вот здесь. Вообще в Испании кушают в зале. Вот так. У нас обеденная зона вот там. Муж там ест. Вот. Не знаю, так очень многие, ну не многие, а почти все делают. На кухне в Испании не едят. Ну, вы сами видите. Хотя у многих сейчас кухни большие, но не знаю, не едят на кухне. Все едят в зале. И как бы зал расположен как бы на две зоны. Зона отдыха и обеденная зона. У нас она вот там. Обычно ставят стол в середину. Вот этот стол круглый. Его ставят вот на это место. И все собираются вот обедать перед телевизором вот здесь. То есть я все правильно делаю. А еще на этот стол одевают вот такую вот плотную, как бы, как это называется, скатерть. Ставят под стол обогреватель. И вот так потом этой скатертью все накрываются. И так вот тепло. Так вот в Испании греются. Но я такие не люблю. То есть я люблю на диване поваляться. А вот так вот сидеть вот досюда скатертью нагружаться. Я так не люблю. И вот мы поставили журнальный столик. Так как он раскрывается вот так вот. Ну, вы поняли, да? Становится большой. Вот на этой фигнюшечке я обедаю. Обедаю я почти всегда одна. Потому что я не выдерживаю до трех. Там, допустим, до полтретьего. Я кушать хочу. У меня где-то, ну, если я завтраку где-то примерно в девять, в девять-пятнадцать, то до часу, вот, я выдерживаю. До часу нет, до полуторого. Даже где-то до двух. Вот так вот. Полуторого, два. В зависимости от того, есть ли народ. Ну, если народ, то там и до четырех. В принципе, знаете, когда работаешь, оно есть-то и не хочется. Вот, поэтому я очень рано кушаю. Смотрите, я села, и он ко мне с тут сел. Ну, по испанским меркам рано. Потому что здесь едят в три, полчетвертого. Вот так едят, представляете? До полчетвертого. Я говорю, ну, как можно с девяти до полчетвертого не есть? Я не понимаю такого. Я с ума сойду. И вот так вот перед телевизором. Даже чаще всего перед ноутбуком. Сейчас я смотрю «Гадалка». Очень интересный фильм. Кстати, по вашим советам. Я посмотрела сериал «Седьмая руна». Что-то как-то он закончился, непонятно. Может быть, я не допустила. Ну, вроде бы, восемь серий написано. Вот, и сейчас смотрю, вот, так как мы гулять не пошли, там вроде бы как и дождь, и не дождь. Вообще жарко. Вы знаете, даже спать жарко. Вот у меня дома сейчас девятнадцать градусов. Ну, девятнадцать-двадцать градусов, и мне жарко. Вы не представляете. Я привыкла настолько, что дома семнадцать-восемнадцать градусов, что мне уже спать некомфортно, когда девятнадцать градусов. Я вот ночью сегодня сто пятьдесят раз раскрывалась. Не привыкла. Хотя я мерзлячка. Я очень люблю жару. Я помню, хотя вот когда я последний раз ездила в Россию, у брата жила, я там умирала ночью от жары. Ну, кто в России живет, знает, какая там дома жарища. И я не привыкла уже к такой жаре. Мне уже спать неудобно. Я все-таки люблю в прохладе. Зато у меня тетя, она все тоже любит в такой прохладе. Я помню, у нее как-то ночевала давно уже. У нее все окна были открыты. Мамочка, я так задубела там вообще. Вот. И уже все некомфортно. Одеяло мне уже мешает. В общем, половина ноги, как говорится, здесь закрыта. Одна нога всегда наружу была. И вот. И прямо сейчас я чувствую, что жарко. А дверь не открою, потому что сквозняк. И все тут дуть будет, выдувать. Ну, вот к чему я сказала. А вы еще знаете, я какой дурак. Сейчас сижу, смотрю телевизор. И там показывают рекламу часов. А я в понедельник отнесла часы мужа, чтобы заменить батарейку. Я не помню, говорила вам или нет. И, в общем, у него столько было много работы, что он говорит, приходи сегодня вечером. Это было в понедельник вечером. Я говорю, не, я завтра во вторник вечером приду. Говорит, ну ладно. Мне без разницы. Во вторник вечером. А сегодня это уже среда. Я смотрю эту рекламу и думаю, блин, а часы-то я так и не забрала. Ну, уже все, у меня настроения не было. У меня в планах не было идти ни за какими часами. И все, я теперь на завтра перенесла. Не забыть. Я хорошо вот так вот на рекламу смотрю, думаю, что-то у меня такое запланировано было. Блин, твою мать, я же за часами должна была идти. Блин. У нас 19 марта день отца. Его очень хорошо отмечают. Все поздравляют своих мужей, отцов, дети, пап. Вот, представляете, да, вот так вот. Не отмечают 8 марта. Ну, 8 марта это как бы, я вам попозже расскажу. Хотя завтра уже, наверное, расскажу, что такое 8 марта. В принципе, в прошлом молодой в Испании не отмечают его. Ну, это поговорим на завтра. Зато очень хорошо отмечают день отца, 19 марта. Лотереи даже продают. Вот я хочу мужа своему купить в подарок лотерею в честь дня отца. Хотя у него в этом месяце еще и день рождения. Столько подарков, что пипец. Вот, а вдруг выиграет. Тем более он любитель этих всяких лотерей. Иногда выиграет. Он на этой неделе, кстати, позавчера. Мы когда ездили ляльку смотреть, вот. И я говорю, блин, деньги не взяла на код, когда клубнику купила. Он говорит, сейчас поедем, найдем деньги. Я говорю, да, очень интересно. Я говорю, где я? Он такой, меня в лотерею выиграл. Я говорю, да ладно. Да, говорит, я в газете, правда, посмотрела. Я не знаю, точно, не точно. Ну, поехали в этот киоск. И, короче, он выиграл 38 евро. Чарли, ну, хватит. Лежится и лежится, лежится. Уже все, все, все эти себе вылезал. Смотрите, весь сырой, как этот. Хватит. Лежит, как кошка, блин. И выиграл 38 евро. Затратил он 2 евро на эту лотерею. Выиграл 38. Так что, вы видите, не так уж это и не прибыльно. Это его, как вы говорите, это его капризы. У каждого из нас свои капризы. Это его капризы. Он всю жизнь этим занимается, своими лотереями. В Испании вообще многие больные про лотерей. Вот. Ну, еще и мне иногда небольшая польза. И к чему это я? Ну, и вот, так как ему нравятся эти лотереи, я решила, наверное, куплю ему в день, там, специальный какой-то выигрыш, супер выигрыш какой-то, там, я не знаю, что. В общем, надо купить и подарить. 19 марта. То есть, через 10-11 дней, да. Так что, вот так. У меня тут лежит аппарат. Давление мерить я, так как я гипертоник, по-моему, да, давление повышенное, я все время меряю давление. Ну, как все время, раз в неделю. И я все, у меня, знаете как, так как у меня давление, у меня начинает голова болеть, я прям сразу только, ах, это от давления. Мерю давление нормальное. Ну, так как я на таблетках сижу, мерю давление нормальное. Потом думаю, а, значит, все, здорово. И голова проходит, представляете, само внушение называется, наверное. Это я вчера мерила, можно было хоть в космос. Ну, наверное, благодаря таблеткам. Потому что, когда не бросаю пить, то у меня повышается. Вот такие пироги. Немного поработала. Поработала, не могу. Пыль вытерла. Мне еще надо в той комнате тоже вытереть. А в спальне там всего две тумбочки. Вообще, вот я всегда хотела квартиру, в которой нет, мало работы. Пылесосить пять минут. Полы мыть пять минут. Вот так вот. Я не люблю работать по дому. Я об этом уже сто раз говорила. Ладно, пойду чай себе еще сделаю. Я воду не люблю пить простую, поэтому я чаями... Ну, чаи у меня почти все травяные. С кофеином я уже не пью в это время, иначе я не усну. Я тут замочила чернослив. Вычитала тут, в общем, короче. Ну, вы знаете, для чего чернослив нужно пить. Воду уже из него выпила. А чернослив замоченный буду сейчас есть. Ой, что только мне придумают. Это я еще салат ела, который... Ну, из водорослей. Меркадони, который беру. Часиков шесть что-то захотелось. Так вот, сейчас поужинаю этим черносливом. И будем ждать результата. Ой, не могу. И смех, и грех. И все. И пойдем уже укладываться. Баиньги баю. У меня, знаете, за день столько ложек маленьких собирается. Так как я пью очень много чая и всяких этих, и каждый раз, как пью чай, маленькая ложка, естественно, нужна. Их набирается за день. Ого-го, сколько. Буду с вами прощаться до завтра. Уже завтра четверг. Представляете, как быстро летит время. Завтра хочу в Лидл заехать. А зачем? Вы об этом узнаете завтра. Так что все подписываемся, дружненько. Ставим лайки. Пишем комментарии. И всем пока. До завтра. Та-дам.